Сгоревший три месяца назад деревянный дом номер 9А по улице Строительной так и стоит напоминанием о случившемся несчастье. Жители соседних домов каждый день наблюдают неприятную картину. Но дело не только в неэстетичном виде руин. Проходить рядом с погорельцем небезопасно. И самое главное, в дом с легкостью может попасть любой желающий. К слову, дети уже сделали его местом своих игр. Вот не дай бог, говорю, что-нибудь оторвется и прилетит в голову. Ни с того, ни с сего. Таких вот ребенка, хоть взрослого, кому достанется, так и немало не будет. Никаких ограждений снаружи нет. Попасть в сгоревшее строение можно очень просто. Через открытые двери. Жители соседних домов уже не раз замечали детей, бегающих по аварийному зданию. А в начале учебного года развалины могут стать местом исследований учеников школы номер 5, которая находится в близком соседстве с погорельцем. Хотя попытки заколотить окна были, а управляющая компания даже обнесла его лентой, говорят жильцы соседних домов. Такая окна, они заколотили все равно, там разбивает все. Там лазит, мы видели. Ну, забивали обычно сами жители, которые сделали. А служба, ну, управляющая компания вообще обгородила лентой и все, больше ничего не сделала. Управляющая компания, служба заказчика от комментариев о судьбе погорельца отказалась. Когда жители улицы строительно избавятся от опасного соседства, а главное, кто должен заняться ликвидацией развалин, мы узнали в городском управлении строительства и ЖКХ. Оказалось, чтобы снести аварийный дом, надо получить немало согласований и разрешений. На заседании межведомственной комиссии мэрии вынесли постановление. Дом надо снести. Следом, позже надзор подтвердил факт отсутствия состава преступления. А далее следует этап оформления жилья в собственность муниципалитета. Там, по-моему, из 12 квартир 10 находятся в частной собственности. Отсюда следует, что должны быть подписаны договоры омены. И тогда мы вот после этого имеем полное юридическое право дом сносить. Сегодня городские чиновники ждут изменения в окружную программу, которая разрешит снести дом. Как только это случится, его ликвидируют. Но не сразу. Пока объявят аукцион на работы, пока снесут. Не раньше, чем через два месяца, говорят специалисты. Ирина Цепетова, Закирваффин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова